Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии человека, похожего на одного из кандидатов в городской совет Краматорска от политической партии «Оппозиционный блок» Александра Ермольченко. Человек, запечатленный на фото и видео, блокировал передвижение украинских военных весной 2014 года. Также этот человек активно участвовал в так называемой «русской весне» и по некоторой информации мог участвовать в боевых действиях. На это указывают фотографии, то есть он участвует в митингах, а есть еще фотография человека с закрытым лицом, но только с глазами, который тоже в военной форме, вооружен и явно участник каких-то незаконных вооруженных формирований. Мы решили разобраться в этой ситуации, обратились в штаб партии «Опозиционный блок». Нас здесь заверили, что их кандидаты не участвовали в вооруженных противостояниях, что на видео и фото не Александр Ермольченко, а Александр Ермольченко как работник НКНЗ не мог участвовать в каких-то противоправных действиях, которые носили сепаратистский характер. Сказали, что рабочие вообще таким не занимаются. Хотя есть информация, что, по крайней мере, ветераны предприятия, некоторые, которые были на пенсии, все-таки участвовали в вооруженном противостоянии, даже погибли. Фотография явно не Ермольченко, которая там боевик на танке. Значит, Александр Ермольченко является работником завода НКНЗ, и в таких акциях он просто не мог и не имел права участвовать. Вот этот знаменитый бифборд, который профигурировал в социальных сетях. Бифборд кандидата Александра Ермольченко от позиционного блока. Мужчина действительно очень похож на человека, который блокирует украинские войска в Краматорске весной 2014 года. Сегодня он с нами не смог встретиться, как сказали нам в партии, но с нами пообещали связаться, и когда у него появится время, он пообещал прокомментировать эти фотографии, эти видео, и рассказать о том, участвовал ли он в таких акциях или нет. Знаете кандидата на бифборде? А что, правда, что он в каких-то там боевиках участвовал? Это чушь собачья. Да. Это чушь собачья. То есть он нормальный парень, да? Абсолютно, конечно. Работает НКНЗ в отделе бухгалтерии, там, начальник, то есть так делается. А военных не блокировал, признать, в 2014-х? Ясно. Это же пиар, ребята, все же тут распространяется за мной кандидата. Ну, а вы знакомы с ним, да? Вечером. Дом Беляева, 119. Местные жители говорят, что здесь проживает кандидат Александр Ермольченко. Попробуем поговорить с его соседями, если найдем, узнать, что это за человек. Я говорю, что вы не знаете кандидата Александра Ермольченко, который в этом доме живет? Нет. Ну, там его бигборд висит. Нет, не видно. Можно спросить, узнаете кандидата Александра Ермольченко? Нет, Ермольченко. В этом доме живет. От оппозиционного звука было терпеть. Мы интересуемся, а тут в 119-м доме живет кандидат Александр Ермольченко. Да, да. Вы знаете, да? Да, я знаю. А вот сейчас появилась информация, будто бы он якобы участвовал в каких-то незаконных вооруженных формированиях. Ничего, мы же не знаем. А, вы знаете, военных блокировали? Мы не знаем, мы не знаем. Мы знаем, что в этом доме есть. А вообще, знакомые с кандидатом? Пришли во двор кандидата Александра Ермольченко, которого обвинили в пособничестве сепаратизмом, обвинили пользователя социальных сетей, но выяснили, что тут его практически никто не знает. За исключением некоторых людей.